Приветствую дорогие, вчера прямо таки вне плана вышел уже 164 выпуск оригинального комикса Ходячий мертвецы. Это второй комикс за этот месяц и третий если считать доп издания, а вот и Ниган. Их оба я уже обозревал, поэтому если интересно узнать мое мнение о них, ссылки я оставлю в описании. Добро пожаловать, кстати, крайне интересные выпуски комикса с далеко идущими последствиями. Все возможные пути я постарался описать, поэтому если вы их не видели, то дерзайте. Что касается 164 нынешнего выпуска, это какой-то чистейший воды кайф для фаната серии за долгое время. И да, забегая вперед скажу, что немалую роль в его замечательности сыграло то, что в этом комиксе очень много Нигана, по крайней мере больше чем за последние 5 выпусков. Так чем же так замечателен этот выпуск? Усаживайтесь поудобней, а я постараюсь повкуснее все разложить. Для тех кто пропустил, война с шепотами кончилась, уставшая, но счастливая группа Александрии вернулась домой вроде с приятными известиями, что шепоты пали. В то же время Хилтоп почти полностью выгорел после неожиданного нападения ошибчущихся, но при этом победа осталась за людьми Мегги. Война с ошибчущимися закончилась, но борьба за жизнь продолжается, потому что остался океан мертвецов, ведомый таинственным бетой и он не намерен сдаваться. И вот этот океан в 163 выпуске буквально снес ворота Александрии. Все жители бросились кто куда, а Рик пал под погибшей Александрийкой и уже вот-вот собирался стать обедом для зомби. Но в самый последний момент помощь пришла оттуда, откуда сейчас судя по сериалу невозможно представить. Тот самый страшный и ужасный Ниган вытачил Рика из этой груды мертвых и бегом уволок своего заклятого друга подальше. В это же время бывшие враги, а потом друзья, а теперь снова враги спасители, собираются с силами напасть на обессиленную нашествие монстров Александрию, чтобы заполучить якобы легкую добычу. Комикс начинается с того, что потрепанная после нападения ошибчихся община Хилтопа приходит с надеждой перекантоваться в Александрию, но не все так просто. На первом же изображении мы видим ошалевших Мегги и Карла. Они смотрят на свою надежду, но вместо нее видят океан живых трупов, заполонивших некогда процветающую общину. Но надежда жива, потому что в это же время к Мегги подскакивают Иисус и Мишон. Они, напомню, вместе с Хитом Андре, Дуайтом и Юджином по очереди разрезали стадо и отводили его к океану. Иисус и Мишон успокаивают Карла, что еще не все потеряно. Люди натренированы и знают, как можно укрыться в своих жилищах, говорит Иисус. В это время дальше отводить за боков присоединяется теперь уже Мегги. Присоединиться хотел и Карл, но Мегги напрочь отвергла это, сказав, что он не очень хороший ездок и лучше ему в это время посмотреть вместе с Брианой за Хершела-младшим. Далее нас переносят уже внутрь наполняющейся нежитью Александрии, где мы видим, как Ниган и Рик пытаются спастись от отступления трупов. Они забегают в первый попавшийся дом, точнее первый забегает Ниган, а Рика он уже хватает за руку, чтобы быстрее его затащить внутрь. Уже внутри спаситель Рика спрашивает у него «Ты ведь реально думал, что я закрою перед тобой дверь?» Он видимо пытаясь давить на больное, говорит Рику, что все его люди просто бросились на утек, оставив их лидера на съедение не пойми кому. «Они просто испугались и плюнули на тебя», говорит Ниган. Далее Ниган говорит, что им лучше сейчас пересидеть основной поток ходячих здесь. При этом естественно, я упрощаю текст, потому что из Нигана вырывается непроводимая игра слов и мата. Ниган пытается всеми силами завоевать доверие Рика. Он говорит, что видел в глазах жителей испуг, но не в глазах Рика и это их роднит. «Даже сейчас, когда мы окружены тысячами этих тварей, мы чертовски спокойны». «В смысле?» спрашивает Рик. «Мы похожи и нам лучше действовать сообща», отвечает Ниган. «Слушай, Ниган, поверь мне, этот корабль давно уплыл», отрезает Рик. «И тут же мы видим буквально утонувший в мертвецах дом, в котором сидят Рик и Ниган». «Далее нас переносят к Андреа на лошади, которая, видимо, прискакала после отвода своей партии ходячих. Она трубит в рог, тем самым отвлекая ходячих на себя и эта тактика пока срабатывает. К ней также на помощь прискакивают люди из Хилтопа. В это время нам показывают часть жителей, которые бросили Рика умирать. Некоторые укрылись в доме Юджина и один удивляется, видя собранную рацию. И наконец мы снова попадаем к Рику и Нигану. Ниган от скуки спрашивает у Рика, что тот сделал самое ужасное в своей жизни. Тот его посылает далеко эротическое, но Ниган продолжает. Он говорит, что Рик в последнее время стал даже больше материться, чем он сам. Он вынуждает Рика все-таки заговорить. Очень многое сошлось сегодня в одно целое. Трудно из всего произошедшего дерьма выделить что-то. Это что-то вроде огромного блока всего плохого, что кипит во мне. Что самое плохое я сделал? Я живу. Живу тогда, когда много других тоже должны жить. Не так ли? И дальше мы видим какой-то слом в Нигане. Мы видим то, чего в нем никогда не было. По-моему, никогда ранее мы не видели в нем столько искренности. Столько в мире гребаного дерьма. Сколько больных, сколько слабых, испуганных, плачущих людишек. У них просто нет силы воли наконец-то убить самих себя. Сколько из них живут безвольно, вечно в непрекращающемся страхе, до тех пор, пока их не разрывают на куски. Меня окружали такие люди. Я видел, как они погибали. Сколько же черт возьми я потерял. После всего этого я стал смотреть на них через призму этого чертово нынешнего мира. Но они… Они не принимают этот мир. Они все так же находятся в состоянии постоянного ужаса. Я потерял все уважение к человеческой цивилизации. Легче размножить человеку голову, думая, что это спасет жизнь его друзьям. Особенно если знать, что все равно этот человек обманет своих друзей и они превратятся в рабов. И ты перестаешь видеть в людях людей. Я не собираюсь просить прощения, к черту, я знаю абсолютно точно. То, что я натворил, это чертовски дерьмо у вас с одной стороны, но и правильно с другой. И ты помог мне увидеть это. Ты помог мне увидеть новый путь. Вот почему я сидел в твоей клетке. Вот почему я принес тебе голову альфы. Вот почему я спас твою гребаную жизнь. Худшее, что я сделал в своей жизни, я оставил свою жену гнить. Я не смог сделать этого. Я не смог положить этому конец. И почему? Я обязан был сделать это. Мертвое должно оставаться мертвым. Она была в агонии в тот момент. Своего рода извращение то, какой она стала. Эта мерзость. Откуда это пришло? Я все еще ни хера не вижу ключ к разгадке того, откуда эта неумирающая хрень взялась. Все могло иметь вкус тыквенного пирога или быть чем-то вроде непрекращающегося концерта Нила Янга или каким-то иным дерьмом. Но нет же. Она ушла и я даже не видел ее конец. Я даже ушел как можно дальше оттуда и никогда не возвращался, чтобы завершить незаконченное дело. Я просто не мог видеть ее снова такой. Я не мог ее похоронить по-человечески, чтобы она успокоилась. А теперь она груда иссохших костей, лежащих на гребаном полу. Моя жена. Моя жена. Из-за меня. Черт возьми. Это лучший монолог, что я читал в этом комиксе за все 150 с чем-то выпусков. Ох, как же я хочу увидеть эту сцену на экране. Как же я хочу увидеть, как великолепный актер Джеффредин Морган буквально вывернется наружу, говоря все эти наполненные болью слова. Черт, да какая война. Киркман. Забей на всеобщую войну или промотай ее скорее в сериале. Покажите мне эти эмоции на Железном Нигане. Дайте ему сыграть этого Гамлета. Черт, черт, черт. Но нет. Этого великолепного диалога надо еще ждать как минимум два года, я уверен. Но вернемся к обыденности. Нас на этот раз переносят уже к Юджину и Хиту. После короткого их диалога о трудностях бытия и о том, что Юджин только сейчас почувствовал себя действительно нужным группе, они решают продолжить отводить стадо, пока оно совсем не поредеет. А вот и Дуайт. Он и еще одна девушка, я не помню как ее зовут, начинают стрелять в воздух, чтобы вывести заполонивших Александрию мертвецов. На пути они встречают Андреа с Рогом, который она дудит. Теперь же уже в пятером они отводят стадо, но на пути они встречают уже ранее упоминавшихся Юджина и Хита. Часть из них пойдет разделять стадо, а другая логично его уводить. Дальше нас снова переносят к Рику и Нигану. Ниган по звуку слышит, что стадо начинает редеть, от чего уже легче с ним справиться. Рик предлагает собрать оружие и начинать помогать остальным выжившим вычищать остатки мертвечины из Александрии. Но Ниган категорично отказывает. Ниган говорит, что Рик не в самой лучшей форме для борьбы. В итоге они договариваются, что Ниган выходит за дверь первым со своим кухонным ножом, в то время как Рик будет изнутри страховать своего нового друга, подстреливая по необходимости то одного, то другого зомби. В это время уже в другой сцене мы видим Карла, стоящего на повозке и приказывающего всем приготовить оружие и начинать по 10 человек выдвигаться к Александрии, чтобы добить уже поредевшее стадо. Ну и куда же без них, в это же время свои ножи точат спасители, чтобы после отхода мертвецов ударить по вроде бы обессилевшей Александрии. Тот самый Негр без глаза смотря в бинокль говорит, что стадо в Александрии поредело, а это значит, что через пару часов придет их очередь забирать оставшиеся. Ну что ж, отличный выпуск комикса, не меньше. Что будет дальше, мне кажется, что пока планы спасителей не такие уж и безоблачные, по крайней мере, пока за всю кампанию по уводу ходячих погибла всего одна женщина и все силы Александрии и Хилтопа теперь на месте. Кроме того, мы помним, что нынешний глава королевства Уильям в курсе о гибели Хилтопа. Возможно, в какой-то момент он пришлет свою часть войска на помощь Александрии в войне со спасителями. Во всяком случае, будущие два комикса будут точно напрямую или косвенно связаны со спасителями и здесь возникает интрига. Не сорвется ли Ниган? Не захочет ли он возглавить в самый тяжелый момент свою бывшую группу? Лично мне кажется, Шерри не чувствует к Нигану ничего приятного. Кроме того, зная ее алчный характер, мне трудно представить, что она снова захочет отдать власть. Мне кажется, все же, как и я и говорил в разборе прошлого выпуска, Нигана и Рика посадят в ту самую клетку и возможно новое сопротивление возглавит Дуайт. Тем более, именно его мы видим на обложке 166 выпуска, борющегося с тем самым негром без глаза. Ну и конечно, не стоит забывать, что у Александрии все еще огромное количество боеприпасов, которые наделал Юджин еще в позапрошлом выпуске. Ну и само собой, опыта в войнах у них не занимать. У них все еще есть сильный костяк, из Мишон, Иисуса, Мэгги, Карла, Дуайта, ну и про Нигана не стоит забывать. Вся война еще впереди, предположений много, кстати, один из александрийцев нашел собранную рацию Юджина, возможно, именно ей он и воспользуется, чтобы позвать помощь, правда непонятно пока кого. И кстати, вполне жив еще и здравствует Бета, интересно, расправится ли он таки с Ниганом из-за убийства Альфы. А довольны ли вы последним выпуском комикса? Как вы думаете, кто все-таки будет новой жертвой и когда же она будет все-таки? Такая ли уж серьезная опасность спасителей на данный момент? Кинет ли Ниганов после такого вроде бы искреннего монолога Александрию и Рика? Ну вот собственно и все, делитесь своими мнениями о будущем комикса, а пока ставьте нравки, делитесь видео и подписывайтесь на канал, удачи вам друзья и хоть бы Ниган там выжил, удачи вам.